Реабилитация откладывается. В редакцию ТСН обратилось уже несколько пермяков с одним и тем же вопросом. Как попасть на плановое лечение в реабилитационные центры города? С начала октября некоторые из них перестали принимать пациентов, которые готовились к госпитализации. Так несколько человек, пройдя все необходимые исследования и врачей, не смогли записаться по электронному направлению в отделение медицинской реабилитации городской клинической больницы имени Гринберга. Моя мама постинсультница. Парализована правая рука и нога. Реабилитация нужна как воздух. Посоветовали центры реабилитации городской клинической больницы имени Гринберга в Закамске. В конце сентября созвонили с центром. Нас согласились принять. Через терапевта сдали все необходимые анализы, прошли врачей. Но на финальном этапе электронное направление не пришло. Нас не приняли в поликлинике, не объяснили почему. До реабилитационного центра дозвониться не смогли. Сейчас не знаем, что делать. При службе Краевого Минздрава нам подтвердили, что это отделение временно не принимает плановых пациентов в связи с расширением коечного фонда под больных коронавирусом. И обещали письменно объяснить алгоритм действий для людей, которым необходима реабилитация. Пока ответа нет. В каких еще медучреждениях приостановленная реабилитация не сообщили. А что в других регионах. К примеру, жители столицы, имеющие инвалидность, несмотря на обострившуюся ситуацию с COVID-19, получают всю необходимую комплексную поддержку, в том числе и на дому. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития. Для москвичей старше 65 лет сейчас временно приостановлена запись на курсы реабилитации в стационарной и нестационарной формах. Им рекомендуется оставаться дома, но процесс восстановления для них продолжается. Сегодня в городе функционируют 54 мобильные бригады, в которых работают порядка 250 человек. Так, в столице, несмотря на обострившуюся ситуацию с коронавирусом, все жители с инвалидностью получают необходимую комплексную поддержку. Между тем, Перми и коечный фонд для больных коронавирусом продолжают увеличивать. Напомним, ранее было объявлено, что в ближайшее время в клиниках города дополнительно появится более полутысячи койко-мест. 350 из них во второй горбольнице имени Граля. И 167 в корпусе клинической больницы Свердловского района. В СМИ также появилась информация, что в больнице имени Гринберга для больных ковид-инфекцией готовят 25 коек. Светлана Тесленко, Михаил Исвитров, Телевизионная служба новостей.